очень рад видеть всех кто бросил свои дела свою работу пришел сюда на эту встречу не очень приятно я всем очень очень благодарен ну давайте наверное начнем я сяду сегодня день который матрешка один в одном еще один еще в другом и так далее так далее в чем заключается сегодня день когда начались большие ритуалы у нас во вторых сегодня день международный день переводчика ну и раз уж так случилось что мы именно в этот день встречаемся я за последнее время издал около всем слышно да хорошо слышно до 24 книг из которых 19 являются переводами с тибетского языка и являются переводами с айратского языка на современный калмыцкий поэтому ну лично я для себя чувствую какую-то причастность к этому международным переводчикам в этом году также как раз осенью будет 15 лет переводческой деятельности и 19 лет просветительской деятельности все 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 началось я немножко волнуюсь потому что впервые выступаю сома такой публикой поэтому наверное начну сначала это будет правильно в далеком 2003 году когда я приехал из села совсем простой ребенок который боялся с 4 дойти до центра слишком большое движение как-то познакомился с одним стариком мы с ним сели и начали беседовать была хорошая теплая беседа в теплые летние осенние примерно вот такое же время вечер в центре города и он мне сказал одну потрясающую фракту которая собственно стала каким-то маяком наверное для вот этих всех 19 лет деятельности просветительской а потом чуть позже еще и разговаривали на калмыцком языке и вдруг он сказал чиничных зенеры кирс неги чин ухар часа сан агачи не смех на ирну дорого рунга так я переведу до тех кто не понимает если твои дети и внуки не будут понимать твоих мыслей и твоих слов то лучше умереть сейчас я как сейчас помню это примерно вот такой же теплое время мы сидели здесь в центре ну далеко от белого дома на лавочке возле первого старца где-то а я ему сказал юга кеме кельчахнут почему вы так говорите а он говорит о да янат халюмбулдага халячка смотрю на этих калмыков говорить и думаю когда же меня бурханы заберут а я ему говорю кезена бурхын алмагичу бисонг сугал кезена ирлик алмагич кельдингали так же да кто понимает это то есть не бурхын забирает куна сумса души людей а ирлик это такое существо которое собственно приходит за души и так вам не сказал еще одну фразу вот такая была история после этого я вернулся домой и очень серьезно задумался над тем что действительно мы перестаем понимать поколение связь поколений разных абсолютно разум вот признайтесь себе я не буду говорить что каждый из вас сказал я там так сделали я по-другому как-то делал все ли вы понимали своих бабушек и дедушек просто для себя внутри можете сказать это я думаю что не все своих родителей тоже связь поколений она настолько разорвана что вот себя народу твердка уже этого старика давно-давно нет живых но вот эти его слова не меня настолько задели в то время что я подумал пока у меня будут силы я обязательно буду пытаться сохранять вот эту связь поколений и вот с тех пор 19 лет почти 20 лет назад началась просветительская деятельность потом случилось еще одно событие когда хуруле происходили как раз был новый кругу только построился туда приходило огромное количество людей старики наши туда приходили было очень много в то время еще живые и однажды во время этого мероприятия меня проинструктировали там люди сказали что тебе нужно сказать так хуруле в настоящее время работает очень серьезно работает над тем чтобы молитвы заключали на калмыцком языке вот их то я был студентом первого курса арт-кул ханга нету никаких мыслей не сзади и не спеют сказали так говорить я так и сказал через некоторое время в центре вот здесь где где на перекрестке литуале я встречаю три старушки которые говорят ты в прошлый раз сказал что вы работаете с этим уже прошло полтора года чиники сукать вы шуга а а если мы умрем и так и не увидим но манхарюкера и тогда я подумал что у меня есть ответственность ответственность за каждое сказанное слово и за каждое сделано убийство и это настолько меня тоже потрясло внутри настолько было какое-то внутреннее такое очень такое сложное чувство что прошло время и я решил что я сейчас освою тибетский я сейчас найду тексты на туду бичи который переводил зая пандита и восстановлю эту традицию прошло еще время когда я сделал первые переводы а этой книжки здесь к сожалению нет когда я сделал первые переводы и уже готовил предпечатное для того чтобы издать эту книгу мне встретилась одна из этих старушек я говорю я выучил тибетский язык я перевел эти тексты которые были самые основные и необходимые с туду бичик на современный калмыцкий из тибетского на современный калмыцкий бельмин а она мне ответила я не буду называть их имен пусть это условно будет мажен был уся хуи руга их уже не стало и и каждый раз когда я сажусь что-то переводить с тибетского я всегда вспоминаю о том что две немножко волнительно даже две калмыцкий старушки которые пережили сибирь которые подняли нашу республику ну с нуля практически которые поверили моим словам что я сделаю это не дождались переводов на том сгибинг мне от этого постоянно внутри немножко больно и поэтому уже в 24 князи вышли еще три сейчас готовятся к печати а а я все думаю что до сих пор не смог отдать им то что был должен я перед всеми сейчас честно признаюсь в том что это был мой кассет я за него буду нести ответственность до тех самых пор либо пока не пойму что эта ответственность уже ушла ну либо нанесу ее с собой дальше вот две такие истории которые определили мою деятельность сейчас каждому из вас подарили маленький сборник манджушри мактан это подарок центрального хурула это был специальный проект юнтен гилюнга и группа которая описана там сзади на один из дней когда читали детям молитвы поступающим потом часть оставшуюся этого тиража куда-то убрали и вот недавно ее нашли и этот гилюнг решил что будет очень хорошо если в день переводчика тем более каждый из тех кто здесь присутствует получит такой небольшой подарок от центрального хурула и от меня того кто сегодня собрал все это замечательное наши азии сюжет ну о чем сказать вообще сказать конечно на самом деле есть много правду очень много хочется сказать когда мы идем куда-то или что-то делаем у нас всегда огромное количество чемоданов сумма мешков заполненных образов воспоминаний оценками разных людей заполненные нашими реакциями на какие-то явления в общем всем тем что мешает открыть нам реальность это большая проблема потому что они писали не один раз и не одну сотню а туда же и тысячу лет разные ученые буддийские монахи и одно из этих выражений я прочел в книге точнее не в книге а в поэме Боа Бадмо которая называется Чикняхуджир слышали такой нет ее переводят как у слабо слуха на самом деле слово худжир кто знает калунский язык вы знаете что это саланчак хаксу такой газор худжир та газор говорит еще почему саланчак когда Боа Бадмо вернулся из Тибета и увидел то состояние буддизма которое было у нас в республике в Калунской степи то насколько выродилось общество ему было очень больно и он написал эту поэму и если говорить без поэтических эпитетов то она называется именно саланчак ушей уши я вот от того что происходит и он об этом пишет и вот так сразу первое самое поклонение идет и там написано если вы помните все амулунг нирваны га ульджи энтн бюгды га евэгче эрюни дэнни кывюнда альхан хаусарджи мюргмю аджик уга сетк ряр и нанаси га юнгрыгче энтна сетк льсельгерта дуга дулсу сонгстн вспомнили да эти слова дочитал я склоняюсь пред тем кто обрел покой нирваны амулунг нирване голод энтн бюгды га евэгче и пред тем кто защита является защитником всех живых существ айджик уга сетк ряр и нанаси га юнгрыгче бессознательно или неосознанно растрачивающих возраст свою жизнь людей значит их сознание для того чтобы его немножко сервер это что растрясти его до пробудить его я пишу эту песню и дальше там идет куплеты для мирян куплеты для младшего духовенства старшего духовенства и высшего духовенства где он очень жестко критикует за что собственно потом воплотился в восемнадцатом году его толкнули под трамвай в петербурге и даже известно кто это сделал но тем не менее вот этот айджик уга сетк ряр неосознанное сознание наше она и является двигателем всех наших действий очень хочется чтобы каждый из присутствующих на этой встрече очень внимательно подходил к своему сознанию к своим оценкам реакциям образом и всему остальному и избавлялся от этих всех чемоданов мешков груз груды всего того что мы за свою жизнь накапливаем и несем с собой изо дня в день а даже из жизни в жизнь чтобы этого не было нужно как раз таки практиковать вот этот самый айджик и самое явное на чем это нужно делать это дыхание его как четкий никто не отберет его и дыхание уйдет тогда мы умрем согласитесь поэтому здесь очень важно сохранять вот этот самый аджик вообще повседневной жизни просили рассказать о текстах которые здесь лежат я наверное обо всех не буду рассказывать или или обо всех быстро как как удобнее скажите вкратце хорошо давайте начнем хронологическом порядке из того что здесь есть это вторая книга которая была в общественной издана общественного движения бельгин дала здесь есть люди которые непосредственно присутствовали при создании этой книги либо те кто родители создававших здесь собраны легенды о калмыцких священнослужителях еще одна книга которая тоже совершенно имеет потрясающую историю эта книга из первый том из серии наследия калмыцких гирюнгов санджирак баменьков хурангвы и ляльза левровых теребит норшева хотя название написано на русском языке книга представляет собой двуязычный перевод на левой стороне страницы калмыцкий текст на правой стороне страницы русский текст эту книгу создал соединенных штатах америки берем санджирак баменьков из станицы сейчас память уже очень-очень плохая из станицы батлаевская баудая мы которая называется выдающийся представитель калмыцкой интеллигенции второй половины первой и второй половины вообще 20 века сожалению так и не видевший калмыкию и не видевшего очень много калмыков человек который все свои труды посвятил тому чтобы сохранить родной язык родную свою религию и национальную культуру у общества или сообщества калмыцкого эмиграции я крайне редко рассказывал это потому что мне кажется что люди нормально люди могут прочитать меня за немножко сумасшедшего человека но я думаю что сегодня стоит об этом рассказать он издал вот эти свои тексты в соединенных штатах сам издатом то есть практически каждая рукопись была написана от руки на тудубичик вот фотографии этого этого сборника вот они здесь есть даже с рисунками посмотрите и по воспоминаниям донары баяновой которая тоже была в это время с ними в эмиграции они приходили и вообще каждую вот эту работу все работали чтобы выжить кто-то мой вокзал кто-то работал швей кто-то был дворником и зима это было лето это было осень или весна они приходили и красными от мороза трясущимися руками каждую ночь до 3-4 часов утра иногда записывали свой фольклор свои священные тексты все что они успели вывести или сохранить память и вывести за границу и они издали практически все журнале ковыльные волны журнале и геночен вот таких изданиях как санджира гваменьков к сожалению не все сохранилось до сегодняшнего дня дошло не все но однажды мне удалось найти очень плохую копию вот этого перевода санджира гваменькова практически многих букв не было видно и однажды вернувшись с работы я лег дома на кровать замерзла зима и как будто спал жена возилась на кухне что-то готовила и потому что я в полусне слышал как гремят кастрюли чашки что-то там происходит на кухне и вдруг у меня совершенно необычное такое переживание было ощущение того что входная дверь квартиры открылась кто-то заходит я хочу крикнуть что посмотри кто-то же заходит к нам а кельмуга как будто вот знаете как хардор набрать такой да полностью не хочу крикнуть посмотри кто-то заходит и кажется дверь не закрыл на замок но это тот кто заходит он напрямую заходит он не идет ни на кухне никуда где горит свет он заходит в спальню садится на краешек его кровати вот так вот очень осторожно медленно спокойно и мне на колыцком языке говорит и осы кифле манке я открываю глаза и вижу санджира гваменькова это было невероятное ощущение такое я потом вскочил и потом уже встал вышел как бы вот в коридорчик и исчез я вскочил кинулся к двери начал дергать она закрыта я быстро поел сел и за ночь все что увидел и раз разглядел в этой очень плохой копии я полностью закончил перевод полностью причем и как судовичек на калмыцкий таки на русский язык потом через время случилось так что из америки привезли оригинал конечно все что что я не раз не распознал в очень плохой копии я потом вытащил из оригинала и как возникло это книга и только нет не очень просто не знакомые слова я просто не стал делать и в надежде на то что я когда-нибудь что-то похожее на оригинал так возникла эта книга и самое удивительное что фотографию санджири агуминькова вот она здесь в цвете я нашел после того как он пришел ко мне у меня шевелились волосы на голове если кто-то посчитает что я сошел с ума ничего не подумали вот память об этом удивительном монахе вышла эта книга еще готовится еще четыре книги настоящее время серии наследие калмыцких гюлюнгов все исключительные права принадлежат центральному кругу поэтому уже говорить в этом не о чем когда были учения далай ламы у нас пошла такая традиция читать сердце прожди парамид здесь есть люди которые конкретно участвуют в этом ежегодно практически вот вот эта книга она была сделана последним учением давала здесь говорить в принципе особо не о чем но очень много крови выпила выпил этот текст потому что в нем есть очень много старых слов которые в современном калмыцком языке как ни крути они все равно будут иметь другое значение все зависит от написания той или иной буквы кто знает кто-то плечи кто-то значит есть у нас куча букв которые сегодня в калмыцком не используются они не ясны вот ну вот давайте поговорим еще об этом тексте он называется малым бандзракча воршива бандзракчи это монгольское произношение санскритского слова панчаракша банза это панча а ракче вот это это ракша панчаракша значит пять защитников панча это пять а ракша это защитник тот кому следует остерегаться либо тот кто заставляет остерегаться себя у нас вы помните да в калмыкии мы все живем в одной республике прекрасно знаем что несколько лет назад случился уже ужасный зуд падеж скота помните был голод скот вымирал там я не знаю если десятками то сотнями и янтен гелин который скоро приедет сюда обратился ко мне с просьбой перевести молитвы пяти защитников скота вот принес мне вот такой огромный текст на телецком сказал здесь найди и переведи их крылся я в этом тексте месяца два пока нашел всех этих а потом оказалось что есть отдельная книжка выпущенная в монголе и там все есть но а это даже было проще потом сопоставлять и сравнивать я перевел на калмыцкий язык а потом вдруг один из моих знакомых говорит слушай а ты знаешь у нас есть калмыкии такое понятие бу ну конечно есть да а ты слышал кого-нибудь такое малынгу клюнагу понятно да человеческий а чтобы малынгу есть такое понятие мы нашли это в текстах и вот основные малынгу мы тоже поместили сюда потом в одном из этих текстов айратском тексте привезены мной из западной монголии я просто когда езжу в монголию всегда особенно в западную монголию я всегда у кого есть тексты сразу иду и там пытаюсь их пощелкать все чтобы потом дома уже понять о чем вообще там идет речь оказалось что есть еще изображение шумусов которые вредят скоту и вот я думаю что если взять и поместить их туда мы поговорили прикинули размер а формат этой книжки и вот их поместили тоже сюда прямо вот с подписями на клубе чик из перевода на современный калмыцкий слот такая вот книжка для тех кто занимается скотом все равно это основа нашей жизни не деваться от этого нет потом возник еще один проект и вот ангелинку не сказал надо сделать небольшой молитвенник такой который будет людям нести реальную пользу потому что огромные эти все трахаты читать большого смысла нет люди люди просто некогда основные восхваления божества основные мантры все остальное так возникла вот эта книжка она называется и дрова угна уин кишкин заль в ру или ежедневные молитвы для добродетели и счастья скоро выйдет еще одна книжка устранение препятствий она уже готовится здесь самые короткие молитвы причем некоторые из них до сегодняшнего дня читаются соединенных штатах америки теми калмыками кто уже родился там и чьи предки в 1920 году вместе с анджиром Глобиньковым уехали в сначала европу а потом соединенные штаты у меня на странице даже видео есть где они собрались и читают молитву перед ним мы одних любых уже этого не делаем что вызывает большое сожжение если не грусть и печаль и наконец последняя книжка которая здесь у нас есть их на самом деле больше просто 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 что просто она тоже вообще на самом деле за каждой книгой стоит история я беру и в руки сразу начинаю вспоминать а как происходила работа на какие были проблемы где я не мог найти какое-то слово и вообще не было ни с переводом дай пандиты нигде приходилось писать в монголию там разным профессорам тибетовым чтобы они мне сказали то или иное слово вы наверное знаете да вот этот грандиозный проект который прошел у нас в калмыкии посвященный восстановлению священных знамен калмыцких вышла вот такая вот книга священные знамена аэрата и калмыков куда вошли все знамена известны на сегодняшний день ее редактором выступил леонид александров очень хорошо знакомы и еще ближе и глубже познакомились во время работы над этой книгой были восстановлены знамена но знамена и книга посвященных истории это только поверхность самое главное что такое знание знамя это не просто символ старину древности у всех монгольских племен и не только монгольских вообще у всех кочевых племен центральной азии включая даже тибет и гималайский регион знамя было особым символом мощи и могущества это было особое вместилище в которой спускались небесные божества и в котором которая благословляла народные подвиги на победы на битвы и благословляла властителей которые держали эти все знамена на то чтобы они были достойными властителями своей земли и своего народа знамена позже претерпевали конечно изменений но люди со всегда неизменно собирались под знамена вот тук если это по-калмыцки знает тук имеет корневую основу с калмыцким словом туха туха это что значит гнать то есть люди сгоняются и собираются под знамя и когда мы восстановили знамена очень остро стал один важнейший вопрос вопрос заключающийся в том что эти знамена нужно почитать а для этого нужны особые ритуалы они у нас конечно были раз были знамена и юнтэнгелюнг опять мы возвращаемся к нему видимо он очень торопится сюда приехать поручил мне найти ритуал почитания главного божества для 4 это божество было изображено на высшем боевом стяге джунгарского ханства и это божество ни разу не проиграла нигде ни в одной из битвов которые вели джунгары на протяжении 200 лет поиски были сложными мы нашли текст пятого давай ламы он был очень сложный сложная тантра была там нужно подготовить вот такие вот такие вот такие штуки нужно сделать вот это нужно сделать самопорождение божества и мы поняли что этот текст никто не будет читать потому что прежде чем начать читать этот текст нужно пройти еще кучу стадии инициализации там и всего остального конечно это было сложно но однажды тогда еще фейсбук был открыт я переписывался со своим знакомым а он коллекционер разных ставили вещей старины директор банка мы переписывали с ним переписывались и он говорит я собрал большую коллекцию айранских текстов но так как я старой письменности не знаю только на кириллице на английском могу читать давайте буду обложки скидывать а ты мне переведи и напиши что что есть в этом том или другом тексте и хорошо я иначе перевожу их перевожу тот текст у меня есть этот есть этот есть все есть и вдруг он не скидывает где-то через полтора месяца нашего общения такого плотного один текст на котором написано для четыре сам по отношению благовония божеству дающих имели обложку я ему говорю о вот здесь что-то очень интересное а будешь мне скинуть полностью и все он говорит там не какая разница у меня самый главный оригинал лежит с текстом я его посмотрю я его открываю смотрю и вижу что это то самое что нам нужно я помню это бывает часов 10 наверное вечера я звоню я нашел как вот архимеда рада еврика вот подобные происходили когда я нашел этот текст мне уже его скинули проси разрешение на публикацию можно ли будет его опубликовать и говорят да я ничего не возражаю оригинал у меня все что там касается этого и так появился этот текст потом чуть позже профессор из монголии мой близкий друг пишет что обнаружил я всех монголий достал этим текстом пишет о том что значит он обнаружил еще два текста я говорю ну скиньте мне пожалуйста вот кстати пришел человек о котором я уже сколько течение часа говорю говорю и говорю вот и он скидывает оба снова найденных текстов и они абсолютно идентичны с тем текстом то есть внутри текста таким образом для чтенгар обнаружили на территории западного города и вот он сюда вошел вместе с другими уникальнейшими текстами в том числе с текстом который называется кишик да луха сегодня сейчас по руле проходят ритуалы янду поэтому я задержался но вот эти все ритуалы вы можете сами прочитать сидел на конкурском языке главное владеть языком но генцингенка на дорогие друзья я весь забегался закрутился прошу прощения я совсем забыл я приготовил подарок для геннадия и оставил в кабинете выехал но завтра я тебе его вручу обязательно гена друг брат я поздравляю тебя стоит как это называется творческий вечер но творческий вечер что такое творческий вечер лично для меня это как бы просто такой мероприятик где порой мы же в своих делах столько вот крутимся бегаем и не замечаем многие вещи которые на самом деле происходит вот например мы с геной но особенно последние несколько лет активно работаем работает но большинство людей мало до конца знает что что мы делаем и видят только когда это презентация книг бывает и творческий вечер это возможность немножечко рассказать об этом или я неправильно понимаю смысл творческих вечеров поэтому я очень рад очень горжусь очень счастлив что в моей жизни моей работе именно в тот нужный момент когда я начал работать в хуруле да уже отучился я пришел в тот момент когда это уже настал так скажем не пик а как рассвет деятельности гена корнеева я уже уже можно сказать наготовенькое пришел мне осталось только вот опять снова с ним начать какие-то проекты делать и поэтому так легко все пошло но я понимаю что этому всему предшествовали долгие годы учебы долгие годы вот исследований да сами самосовершенствования вот и я как бы за этим не наблюдал поскольку сам получился в индии и приехал на гитарик и поэтому я говорю что очень-очень так вот мне повезло работать говоря в целом на самом деле у нас мы привыкли как бы калмыки особенно последнее время много жаловаться на то что у нас какой-то некий упадок есть то что у нас язык забывается культура забывается и так далее но об этом можно говорить тогда когда у нас нет условий для для того чтобы говорить на одном языке когда нет условий читать молитву на родном языке когда нет условий там совершать свои наши национальные буддийские там какие-то обряды так далее так ли это сейчас есть у нас условия для этого есть и во многие эти условия как раз таки это результат нашего сотрудничества и со деятельности гена корнеева то есть самое главное у нас есть условия все остальное зависит только от нас и вот я благодарен гена тебе рад за всех нас то гена ты смог создать необходимые условия провел огромную работу по возрождению как бы воссозданию с традиции переводов священных текстов тибетского на калмыцкий на иранский язык и это очень сложно просто то этим не занимается может быть до конца не может понять всю сложность буддийская философия священных текстов это настолько сложные вещи который чуть-чуть не так перевел меняется весь смысл а какая ответственность от этого не так вот поменял чуть-чуть смысл все остальные люди уже практикуя да это же серьезные вещи все-таки это ритуалы это обряд не так уже читает уже уже не то совсем палец я даже больше скажу если неправильно читать обряды ритуал это может быть и проблемы в том числе и там в итоге появится проблемы там и со здоровьем и и прочее прочее если неправильно делать ритуал почему мы в гилюке столько лет учимся всему этому и всегда очень строгий да кто-то как-то неправильно начинает делать и здесь вначале мне было очень сложно вообще сколько мне минут далее говорить вначале мне было сложно в том плане что вот вы представляете вот мы с Геной знакомы еще до моей учебы в Индии познакомились когда он был предводителем волонтеров русских работали и вот я уезжаю я приезжаю я не знаю насколько Гена хорошо знает язык то есть я знаю что он вел передачи он говорит насколько он знает именно буддистские терминологии традиции периодов я самого нет ее не знаю до конца эту терминологию и мне вот очень было тяжело потому что как бы я глубине души я доверяю полностью гений но одновременно с этим мой аналитический ум да как бы холодный говорит ты должен это все проверить нельзя просто так взять при всех достоинствах гену просто взять и печататься а как проверить если я сам не знаю да сложно и никто не знает нету перевозчиков с тибетского на калмыцкий язык нету и это были очень сложные то то время если гена помнит когда мы садились вот так вот и он мне объяснял каждое слово и мы его перепроверяли где-то с тибетским эквивалентом первые наши тексты это были вот результат вот таких вот посиделок когда мы сверялись потому что нужно было доказать сначала мне что это слово так правильно переводить они как-то по-другому вот и дым и так посидели это слово так потому что вот в этом тексте так другой текст приводит так и вот эти долгое время наших этих ну сейчас я вообще не сомневаюсь нисколечко гена кидает текст я сразу могу отправлять в печать спокойно не проверяя нет необходимости потому что за все эти со все это время гена доказал что он это это традиция переводов действительно освоил и иди теперь просьба гений гений и не только гений от нас на самом деле такая некая команда собралась команда друзей которые предлагают предлагают какие-то усилия для этого это конечно гена да вот я он не вижу ачир тормотает сидит многие сотрудники центра по развитию колонасского языка ну опять же почему так получилось потому что когда ты и гена вот ачир они его возглавляют они подтягивают тех людей которые могут принести пользу и сформировалась такая команда которая может сделать еще больше чем было сделано сегодня и я просто прошу гена чтобы обязательно 3 переводчиков до конца жизни подготовить минимум три переводчика еще тибетского на колмыцкий язык это просьба это же не требования это не даю это не какие-то обеты которые если нарушить потом следующей жизни это это просто моя скромная просьба от скромного буддийского монаха если я могу чем-то помочь в этом я всегда буду помогать помочь в обучении новых переводчиков до уточив у вас там в центре может быть вы там на базе центра гена откроете как-то надо подготовить пусть даже это будет там и теперь очень не будут иметь каких-то дипломов каких-то но мы понимаем что бумажка это не всегда доказательство знаний одновременно с этим мы знаем что очень много действительно знающих людей они просто не имеют бумажку у будущих ему не тоже не было диплома о высшем буддийском образовании лама цинкапа тоже не не было это магистром или доктором как сейчас поэтому пожалуйста приложите к этому все я буду помогать всегда ну может я туда один из трех если время позволит вот ну что еще в конце чтобы не занимать много вашего времени дорогие земляки братья сестры я всегда об этом говорю и может быть для кого-то это звучит банально но на самом деле давайте задумаемся все таки еще лучше сейчас есть последняя возможность это действительно последняя возможность когда мы успеем что-то возродить следующее поколение вот точнее не следующая а уже нынешние дети вот они закончатся калмыцкий язык на них мы еще сможем как-то буддизм возродить потому что есть много других источников других народов стран калмыцкий кроме нас никому не нужен и меня очень сильно удивляет когда взрослые люди знают калмыцкий язык ну как бы там ни было говорят но не учат этому детей и естественно дети своих детей калмыцкому не нужны потому что они сами их не знают и пока у нас есть еще маленькая прослойка людей которые все-таки знают калмыцкий язык обязательно нужно его передать детям прям это долг это уже даже но конечно просьба но эта просьба уже на грани такой требователь очень 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 молящая прям всей душой молящая просьба потому что действительно если дома стоит когда я об этом думаю мне страшно становится что это последняя наша возможность потом можем мы больше к этому вопросу не возвращаться калмыцкий язык будет жить только в книжках собственно почему мы знать почему одна из причин почему мы начали активно продвигать проект молитв на калмыцком языке потому что это шанс сохранить язык хотя бы на уровне религии как это было у евреев которые в какой-то момент тоже потеряли язык но благодаря религии своей они его восстановили и это шанс потому что верующие все может камушки не все знают но верующие все так или иначе 22せて вас когда хочется помолиться помолиться у вас есть транс можете по-тибетски помолиться можете на санскрите помолиться можно на холмостом по молиться естественно вы выберете колноски можно даже не понимаю смысла слов читать молитву на калмыцком и она все равно будет откладываться я некоторые смысл некоторых молитв на калмыцком языке я понял спустя какое-то время, когда я их каждый день читал. Я вначале не понимал смысл молитвов. Я по-тибетски понимаю, потому что я учился 10 лет в Дрюбунгамане, а смысл колонусских молитвов не понимал. И вот каждый день читаешь, через 2-3 недели, а вот оно что значит. Откуда, если я не смотрел словарь, не это, да, каких-то молитвов. А оно само становится на свои места и какое-то понимание, сначала на интуитивном уровне, как-то так, потом основываясь на знаниях, которые там, тибетских молитвах и так далее, и потом раз в 14 еще знаешь. Поэтому, если вы каждый день будете читать эти молитвы, через год вы будете смысл этих молитв понимать сами. Не надо даже вот специально давать вам перевод, вы сами его поймете. И порой мне нравится, когда я сам это ищу. Гена часто объясняют, переводят. Это неинтересно. Интересно, когда раз и сам понимаешь этот смысл, то переспросишь. Я говорю, да, все, готовый переводчик. И тогда возникает такая радость. Как это работает? Я не знаю. Но это работает. Читаешь, читаешь и начинаешь понимать. Поэтому давайте читать молитвы на колумынском языке. Выберем для ежедневных практик определенную молитву. Сейчас мы тем более уже рассказали про последний проект, да? Нет еще. Я ждал. А, ну, мы сейчас записали 20 молитв под музыку на колумынском языке. И сейчас со дня на день, ну, где-то через 3-4 дня выйдет видео, ну, как типа, как короче. Ну, то есть текст будет идти, и я буду читать эти молитвы, где вы можете вместе читать. Если кто стесняется, не знает, как правильно подойти к молитве, просто вместе со мной будем читать. Вот мы, Гена подготовил нужные тексты, Савр Катаев написал музыку, Ачевдор Батаев там подредактировал какие-то там мои произношения вместе с водной меняемости. Ну, часть уже вышла уже. Некоторые уже вышли. На наших социальных сетях уже есть там 4-5, мы уже выложили. Мы просто по одному, по два выкладываем, чтобы успевали одну ее прочувствовать, через себя прогнать. А то сразу все 20 выложим, и как-то, ну, раскидается. Поэтому недельку в 3-4 дня по одной будем выкладывать, и вот это будет для вашей ежедневной практики очень полезно. Вот. Это результат, как раз, работы нашей команды, вот такой маленькой команды. Ну, мы прям никак-то не обозначаем себя как эта организация, это просто круг друзей, которые стараются что-то полезное привнести для нашего народа. Вот. Если будут какие-то вопросы, как читать молитвы, как там, может быть, да даже если смысл, мы можем организовать какие-то, я думаю, Гена не откажет, какие-то отдельные встречи по такой ситуации. Сегодня обсуждаем молитву Иткуль. Что там? Гена объяснит особенность перевода, я объясню смысл этих строк и уже по-другому прочитать, если надо будет. Ну, попробуйте так сами, это тоже интересно. Пока 20 молитв есть, можно другие молитвы читать даже перед с этого, когда вы научитесь. И следующий наш проект, это сразу я здесь объявляю, прошу подключиться, кто может, даже кто не стесняется, но попробовать. Наш проект записи молитв, это первый шажочек в большом нашем деле. Второй шаг, это мы объявляем конкурс на лучшее исполнение, лучшее, значит, написание музыки, мелодии и текст новых, но не молитв, а шестердун, стихов религиозных, с денежными призами, хорошими денежными призами. И проведем его, наверное, где-то в апреле следующего года, может быть, чуть позже. То есть вы просто берете молитву какую-нибудь, любую, в которой даже есть мелодия, можете свою мелодию придумать или в которой нет мелодии. Попробуйте ее сделать как-то на росте, поете хорошо и, если вы будете лучше всех, ну или хотя бы вторым, третьим, получите денежный приз. Задача какая? Задача наша, задача простимулировать и заинтересовать людей в том, чтобы они развивали этот жанр, жанр коломенской музыки, особый рядом, который называется шестердун, религиозная музыка. Это не только молитва, это еще и песни, которые такие религиозные. И, как я сказал, язык будет жить в религии всегда. И вот, если мы этот жанр еще разобьем, то у нас еще больше будет. Оттуда мы сможем его возродить, этот язык, свелить. Ну, впереди у нас еще очень много работы, вот, Гена, поэтому этот сильно не этот, не расслабляйтесь, пожалуйста. Впереди у нас много еще переводов, сейчас готовится перевод ламрима, среднего ламрима. Уже готовы к редакции? Редакции, ну да. Готовятся к изданию, имею в виду. Готовы у нас книжки со сборником молитв для устранения препятствий, отдельный сборник молитв от болезней. Те молитвы, которые нужно читать при болезнях. Будет в будущем молитва по усопшим. То есть, когда умирает родственник, какие молитвы вы сами? Да. Понятно, что Гилюнка приглашает, он в Уимире идет. А сами, говорит, что вы можете еще читать? Вот вы что читаете, когда родственник умирает? Кто-нибудь что-нибудь читает? Какие молитвы? А это умани подвигун. Умани подвигун. Ну, умани подвигун, это хорошо. Но есть еще молитвы. Юрия и молитвы, которые благопождательные, которые хорошо было бы читать. Гилюнка идет всю ночь, вот люди сидят, что делать? Просто так сидеть. Я об этом так легко говорю, потому что буддисты к смерти легко относятся. Но мы должны быть готовы к этому суду. А мы, насколько мы уверены, что мы сможем хорошо помочь нашему родственнику, когда он умрет? Мы, ну, максимум, что мы можем, это на обед сделать и угроб хороший купить, да? А это не важно для умершего. Ему важнее молитвы. Вот и мы приготовим сборник молитвы. Молитвы, в общем, судагопождательные молитвы. Пожалуйста, его тоже читайте. Ну, в смысле, пусть вы его будете редко читать, как можно реже, но когда надо, вы сможете его прочитать и нужные вещи для своих родственников. Дальше у нас готовится сборник молитв. Точнее, он готов к изданию. Готовится текстов Ламы Цонкапы. У нас готовятся молитвы для школьников, студентов отдельные с текстами. Что еще задается? Ничего не забыл? Очень много. Очень много сказал. Ну, и еще что-то там. 37 практик поднесатвы. Такой тоже интересный текст для тех, кто изучает буддизы и старается его практиковать. В общем, очень много-много новых проектов. Обязательно у нас хватит сил это сделать, я уверен, не сомневаюсь. Ну, когда мы его представим, пожалуйста, принимайте. Вот мы издали книжку, первую книгу из серии «Наследие для калмыцких гилюнгов», потому что все говорили, вот надо, надо, надо. Мы издали, мы же такие наивные две тысячи тираж издали. Мы даже половину не можем никак этих книг продать. Но мы продаем, потому что на выручные деньги мы новые книги издаем, правильно? Откуда-то надо деньги брать. И вроде недорогое издание, и так все шикарно. Мы сделали книжочки с, допустим, «Эдру волна буйнкиш конзальвру», тоже презентация помпезная везде в интернете. Все люди писали комментарии, «О, как классно, хорошо». Я не знаю, сколько мы за все это время, за эти годы этих книг распространили. Мы их уже как-то там бесплатно пытаемся раздавать, но я как-то не вижу, что она стала популярна. Хотя это для ежедневных, удобная, карманная, как бы прям находка для простого буддиста, не принявшего каких-то посвящений, каких-то дней, не занимаешься тантрой, а просто обычного верующего калмыка. Это прям идеально. Там есть дневные молитвы. Что можно читать перед едой? Четырнадцатичные молитвы прочитать. Когда проснулись, что прочитать такие? Ну, здесь, но тоже. Поэтому я прошу, принимайте результаты наших работ. Мы это делаем для себя. Никто из нашей команды не зарабатывает на этом. Никто не пытается на этом как-то улучшить свое материальное положение. Исключительно сострадание, любовь к своему народу, наследие наших предков и для наших будущих поколений. Чтобы у них это осталось. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас, принимайте, распространяйте дальше. Только вместе мы сможем достичь хорошего, светлого будущего нашего. А где нужна информация про конкурсы? Про конкурсы мы опубликуем уже, наверное, в октябре или в ноябре. Это будет, все будет на страницах УРУ, ВКонтакте, на нашем телеграм-канале. Но я думаю, мы подключим другие СМИ. То есть, не стесняйтесь, прямо вот, кто слышал эти мелодии, которые мы записали, все видят прекрасно, знают, что я нисколько не певец, нисколько не вокалист. Диапазон у меня полторы октавы. Но мы записали это для того, чтобы тоже показать, что даже не певец может исполнять молитвы. И, в принципе, я не скажу, что это некрасиво получилось. Поэтому попробуйте, пробуйте и все. Ну, если кто не хочет конкурсов, просто сами давайте. Но надо возродить этот жанр. Этот жанр стал залогом сохранения калмыцкого языка, хотя бы на уровне религии. Это наш тоже хороший шанс такой. Но я уже занял очень много времени. Просто еще раз хочу сказать, Гена, я рад, что в этой жизни мы еще примерно одного возраста, чуть-чуть он старше. А это гораздо легче работать, когда... Если бы ему было лет 50, я не знаю, мы бы сработали так хорошо или нет. Я рад, что... Когда не будет 50, вам будет 49. Что так получилось, что прямо в моей работе появился ты еще с 2006 или 2005 года. Я рад, что у нас сформировалось хороший круг друзей. Вот джив, там, санал, там, ну, много там всего. Я счастлив, что мы молодые, здоровые, что у нас есть возможности, что у нас есть много, как сказать, поддерживающих нас людей. Я рад, что мы пришли в нужное время. Это именно самое актуальное. Может быть, нас так хорошо не поняли, может быть, в 90-е. Может быть, и тем более не поймут, не поняли бы в 2030 году. А мы в самое время нужное начали работать. Сил много, желания много. Ну, по крайней мере, у меня возможности есть. Насчет каких-то проблем мы все решим. И представим вам еще очень много новых проектов интересных. Самое главное, полезных. Вот. Если у вас какие-то будут просьбы, там, предложения, мы всегда открыты к новым каким-то. Потому что мы работаем по накатанной, да, вот. Перевели, книжку сделали и сдали. Перевели, книжку сделали. Ну, может быть, это уже скучно современным людям. Вот. Мы подумали, что скучно, записали еще вот так вот на аудио их. Может быть, еще какие-то интересные будут? Давайте вместе. Вместе придумаем. Вместе решим, как-то соберемся, сделаем еще какой-нибудь хороший проект. Пока, пока у Гену Си много. Спасибо большое. Я желаю всем вам всего самого доброго, наилучшего. Вот. Пусть в ваших семьях всегда звучат колоннские молитвы и приносят пользу всему вашему роду. И ваши рода все процветают во благо всех живых существ. Спасибо. Я не знаю, я, может быть, формат нарушил этот, я просто первый раз на творческих вечерах. Все нормально. Хорошо, духовенство. Вообще, очень много чего хочется сказать и какой-то сумбур иногда в голове. В 1640 году осенью в местечке Тар-Багатай состоялась встреча всех айратских владельцев и всех монгольских владельцев, которые были по эту сторону над китайской границей. Сбор этот произошел по одной простой причине. Маньчжурская экспансия начинала набирать обороты. А потому нужно было принять какие-то очень жестко и четко регламентирующие положения и юридические акты, которые бы позволили сохранить независимость жизни и существования айратов и монголов. В 1640 году этот съезд произошел и в его результате появилось произведение, которое до сегодняшнего дня у многих профессиональных юристов, которые работают в достаточно высоких кабинетах даже в Москве, вызывает восторг и глубокое уважение. Этот звод законом называется икцаз, или великое уложение айратов и монголов. Его организовал Батр Хунтайджи, или Эльдени Батр Хунтайджи. Туда приехали Далай Батр, Хоур Люк, Засак Тухан, Души Тухан, огромное количество других людей, в том числе буддийского духовенства. И если бы мы взяли сейчас этот текст и начали его читать, то прежде всего бы мы увидели, что он начинается с поклонения. Поклонения Батбудди в Аджрадаре, затем поклонения всем святым личностям, которые были на протяжении истории буддийским, а затем всем тем, кто живой, активно работал в то время в Жунгаре. И следующий пункт этого закона также говорят о том, как следует относиться к духовенству. Если вы почитаете этот невероятный сборник, то вы увидите там, что будет, если ты ударишь там такого-то человека, что будет, если ты оскорбишь такого-то человека. Надо сказать, что в позднее средневековье, 1640 год, это позднее средневековье, это были одни из самых гуманных законов в мире. Почему так? Потому что смертная казнь полагалась только в двух случаях. Если ты бросил своего полководца на поле боя, если ты не заметил, точнее, зная заведомо о приближении врага, не сообщил о том, что он приближается. Все остальное рекламентировалось разными штрафами, и в том числе духовенством. Чем еще примечательны эти законы? Николай Николаевич Поппест, один из легендарнейших востоковедов-монголистов, который внес огромный вклад в развитие монгольского языка, знания, фольклора, литературы и всего остального в Советском Союзе, а позже еще и в Соединенных Штатах. И благодаря которому мы сегодня имеем огромное количество сборников наших сказок, песен и всего остального. Почему это произошло, кстати? Потому что когда Поппест собрал большие две конференции, посвященные колумбскому фольклору за океаном, 1960-е годы, в начале 60-х годов советское правительство, узнав об этом, сказали, ну если там это делают американцы, мы тоже обязаны это сделать. И поэтому 320 лет стараконной письменности Андрей Васильевич Бадмаев сумел протащить. А вообще, когда шел разговор об этом, я слышал лично от него самого, что стояло два сотрудника НКВД, которые были готовы вывести уже его в наручниках и отправить по этапу. Потому что о письменности вообще говорить запрещено. И вот Николай Николаевич Поппе написал об этих законах 1640 года. Написал следующее. Это первый в мире закон, регламентирующий агрессию и гарантирующий ненападение на других. Первый в мире закон. И это сделали мы, казалось бы, люди, которых вы все практически знаете по учебнику, как кочевнику, которые жили в грязной юрте, в которых не было нормального там питания, холодно было там жить зимой, что у них там была одна лошаденка и только советской властью пришла цивилизация. Нет, цивилизация была задолго до этого. Цивилизация была такой, что в конце XVIII века, прошу прощения, да, в конце XVIII века первый, ну если не в мире, то по крайней мере в этой стране закон о всеобщем образовании был принят именно у нас. И он был принят благодаря Хамадандукдаши. И этот устав называется Шаджин Терин Токтал, то есть установление или постановление в религии и государственной власти. В нем тоже говорится очень много чего о духовенстве. Итак, вопрос, с которого я начал всю эту речь, почему же мы должны почитать представителей духовенства? Не всех причем следует почитать представителей духовенства, и это четко регламентировано в этих законах. Дело в том, что буддийский монах носит обеты. Обеты, связанные с разными явлениями. Полностью посвященный монах носит 253 обета. Я еще раз повторяю, 253 нельзя. Причем нельзя в разных ситуациях по-разному. И благодаря тому, что он носит и держит эти обеты, хранит их не только в сердце, но и в своем поведении делает это. Его нравственность в 253 раза как минимум, а в 1000 раз как максимум превосходит нашу. Так, где мы можем вырыгаться, буддийский монах не может этого сделать. То есть чистота речи это его особенность и отличительная черта. То же самое может касаться и монахов других традиций. Я не говорю конкретно за буддийских монахов. Но так как мы сегодня говорим о законах 1640 года, и потом о законах 1640, то мы будем говорить о буддийском духовенстве. И если они превосходят нас во нравственности, то мы просто обязаны их почитать просто потому, что они выше нас морально. Согласны вы с этим? Калмыцкая женщина в жизни не могла себе позволить перейти дорогу монахову. В жизни не могла себе этого позволить. Она даже мужчине обычному не могла ее позволить перейти. Вы помните, есть такая сказка калмыцкая. Кто-нибудь помнит ее? Мудрая невестка в переводе на русский язык. Марта Вайнштейна звучит эта сказка. И там есть один фрагмент о ценности мужчины. Если вы помните его, нет? Не помните? Значит, на отару, которую пасла эта девушка, напала стая волков. И она бегала, кричала, кидала в них камни, кидала палки. Но волки не обращали внимания. И потом ей подвернулась какая-то кость. Она ее взяла и швырнула. Волки испугались и убежали. Когда она подошла и рассмотрела эту кость, оказалось, что это зовут Люда Каша. И после этого она сказала, что мужчина для меня, какой бы он ни был, именно поэтому она вышла замуж за дурачка, ханского сына. Вы помните, да, какие там он творил потом? Разные эти. А когда ему хан сказал, сварим ее в деревянном котле мясо, он выдолбил котел, начал варить мясо. Естественно, дно прогорело, все это выпало оттуда. А на самом деле он ее вклад или тиджикеля просил раскурить трубку. И вот эта мудрейшая девчонка, выйдя замуж за дурачка, она вытерпела все его повадки и потом сделала его, если вы помните, в конце ханом. Все зависит от мудрости женщины. И только единственный случай, когда мужчина уступал дорогу женщине, описан у шотландского путешественника Джона Белля. Врача и путешественника, который вместе с Аюкой ханом ездил, путешествовал по Калмыкии. Что же там написано? Однажды Аюка хан с кавалькадой всадников ехал куда-то там вместе с этим Джоном Белли в свите, ехал куда-то там по своим делам. И тут через дорогу переходила беременная женщина. Хан остановился, а следом остановила вся его свита. Джону Белли это очень было удивительно. Женщина спокойно перешла дорогу и пошла по своим делам. Когда они доехали до места, Джон Белли спросил через переводчика, почему хан, который держит в ужасе весь юг России, стоит на лошади перед какой-то беременной простой девчонкой? В чем причина этого? И хан ему ответил. Вот здесь внимание, это мужчин касается прежде всего, но и женщин тоже. Я не могу пересечь дорогу и не дать пройти женщине, в чреве которой находится ребенок. Потому что я не знаю кто. А вдруг он станет Буддой? Представьте себе уровень нравственности калмыцкого хана. Если бы сегодня у нас кортежи наших правителей останавливались на земле, которую переходит беременная женщина, я думаю, что наверное нравственности у всех было бы гораздо больше вообще в этой стране. Но у нас есть специальная служба, которая перекрывает все дороги и кортежи без препятствий мы едем. Ну вот. Вот это был единственный случай. Вообще говоря, женщину очень высоко ценили в кочевом обществе. И в отличие от всех остальных кочевников Центральной Азии, а это огромная территория, представьте себе вот эту всю территорию, от практически Дунай до Тихого океана, от Великая стень. Все огромные, там около, я не знаю, трех-пяти тысяч, наверное, разных народов проживает. Высоко женщину, практически наиболее высоко, это тоже Поп выписал, ценили колбуки. Это один из тех немногих кочевых народов, у которых для женщины лошадь запрягает мужчина. У всех остальных женщина запрягает и мужу, и себе. А у нас нет. У нас, если женщина родила четырех сыновей, некоторые говорят семь сыновей, вот в восточных районах Калмыкии требование было семь сыновей, женщина имела полное право участвовать в принятии важных политических решений не только рода, но и всего УЛУСа, потому что она была благословлена, значит, буддами и небесами, раз она смогла это сделать. Шесть, четыре, семь сыновей считалось это особо почитаемой женщиной. То есть, когда вот Антона Мурсанавовна в романе «Мудрёшкин сын» написал, помните, да, вот эти известные слова, значит, мужик-калмык спит на кровати, женщина спит у его носа на коврике, и он утром встаёт, и он говорит «Ой, босс, слушай, я вам чанну!» Это всё ерунда. Это, может быть, где-то и было, но в Зарегде, говорят, до сих пор так делают, независимо от того, где Советский Союз, современная Россия и так далее. Отношения бывают разные у людей. Но в большинстве случаев этого не было. Итак, первое – это почтение духовенства. Почему следует почитать духовенство, кроме того, что они держат обет? Дело в том, что представители нашего духовенства, я имею в виду калмыцкого, 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 гуляцкого, именно чистого нужно здесь очень чётко подчеркнуть, потому что есть люди, которые носят одежду, но имеют жён, детей, любовность даже или ещё что-то, они имеют, соответственно, и такой же кармический, так скажем, бэкграунд, который им не позволяет нормально понимать что-то. Я не говорю про всех, но есть отдельные персонажи, о которых смыслово вообще никто не говорит. Но если же этот монах чистый, если он несёт 253 обета, а ещё куча фантрических, о которых вообще говорить не следует, то мы должны его почитать. Более того, мы грамотные, умные, имеющие свою письменность, свою литературу и зафиксированную письменно культуру только благодаря тому, что у одного мальчика Айрата по имени Шархалык однажды появилось смысл стать монахом. Он поехал в Тибет, 21 год провёл там и вернулся под титулом зая-пандита. Именно благодаря этому мы вообще сегодня и, может быть, существуем как народ. Потому что есть известный историк Батручаич Китинов, который выпустил целый огромный цикл статей на тему того, как изменилось общество при принятии другой религии, калмыцкого общества. Были крещённые калмыки по Наренбургу. Сегодня их нет. Были часть калмыков, которые приняли ислам. Их практически нет, они растворились другими народами. Буддизм – это то, что сохранило нас калмыками до сегодняшнего дня. Более того, это невероятно огромный объём литературы. Литература не только религиозная, мы сейчас говорим о молитвах, молитвах, но у нас есть куча великолепнейших текстов. Вы знаете, есть такой текст «Путешествие на запад», китайский роман «Путешествие на запад», который повествует о путешествии Сюанзана, потом, значит, есть там Суньо Конг и Чжу Баржи, ещё такой человек со свиным таким вот рылом. Они втроём, значит, путешествуют в Идию, забирают там буддийские сутрии и привозят их в Китай. Первый перевод этого романа был сделан на Тудоби Чик, на айратский язык с китайского. Впервые в Центральной Азии единственный на сегодняшний день сохранившийся эпос, переведенный на наш язык и на нашу письменность, это эпос Ромаэна. Ни у кого больше его нет, ни у монгол, ни у бурят, ни у тибетцев, ни у кого, у нас он есть. Это мы всё сделали. Роман «Речные заводи», кажется, или «Сон в красном телье», я сейчас не припомню уже, он тоже был переведён. Мы первыми из народа в России перевели Пушкина сказку о золотой рыбке на свой язык на Тудобичи, потому что у нас была письменность. Более того, я много раз уже это говорил и ещё раз скажу, наша письменность и наш язык в 18 веке были язык лингва-франка. Есть такое понятие в лингвистике. Лингва – это язык, а франк – это франка. Это понятие восходит к арабскому понятию «лисан али франк». «Лисан али франк» – это, значит, язык франка. Когда начались крестовые походы, европейцы стали идти за гробом Господним. Вы знаете эту историю. Несколько столетий подряд они бесконечными потоками шли за гробом Господним в Палестину, на Ближний Восток. И вот, представьте себе, французы, англичане, бельгийцы, вот эта огромная куча, когда она собиралась, объединялась в армию и выходила, они говорили все на своих языках у себя дома, но когда они шли армией, им приходилось изучать языки друг друга и, в конце концов, доходя до востока ближнего, они говорили уже на такой тарабарщине, но общепонятном, доступном для всех этих европейских народов языке. И вот этот язык, арабы очень четко сразу поняли, потому что арабы приняли изначально огромное количество культуры из Индии и из Греции. И вот арабы сразу поняв, что это ни французский, ни английский, ни немецкий, ни голландский, ни испанский язык, назвали его «лисан али франк», что значит «язык франков», то есть язык международного общения. Позже это понятие европейцы вывезли из Ближнего Востока, привезли его к Сибирьевропу и назвали это «лингва франка», то есть язык франков, общий язык для всех европейских народов. Вот этим понятием обозначались языки международного общения. Сегодня известно огромное количество различных текстов, которые написаны совершенно не калмыками, и совершенно не калмыками, и не айратами айратом. Китайским императором – казахским ханом, казахскими ханами – китайским императором обратно, различными енисейскими киргизами и другими народами, которые просили их принять в подданство России. Они написаны на тудубичи и на айратском или калмыцком языке. То есть письменность, подаренная нам представителям буддийского духовенства, это еще один предмет для того, чтобы мы уважали тех людей, кто сегодня сохраняет, путем полного отказа от жены, детей, комфорта, еще чего-то, сохраняет нам нашу традицию. Считайте, что сохраняет нас с вами. Еще одно очень важное явление, о котором нужно было сказать – это наша культура. Культура – это понятие, кажется, какое-то аморсное, непонятное совсем, не четкое. Что такое культура? Ну, песни – ну да, это часть культуры. Танцы – да, это часть культуры. Обряды какие-то – это часть культуры, еще что-то – это часть культуры. Но, в общем, культура – это некое общее понятие. Но почему оно называется культура? Потому что оно должно культивировать все лучшее в человеке. Согласны вы с этим? Взращивать, культивировать все лучшее. Что лучшее культивируется сегодня? У нас есть невероятный эпос. По утверждению монголоведа и специалиста по эпосу Джангар, профессору Тудэ Джанца, если все версии Джангара, сантьянские, калмыцкие, алтайские, туинские, собрать воедино, то по количеству строк стихотворных эпос Джангар превышает эпос Манас, который сегодня считается самым большим эпосом в мире. Кстати, есть такой прикол еще, когда Дмитрий Пугутинов поехал на конференцию, посвященную Манасу, однажды в Киргизию, там шла эта конференция, они рассказывали что-то, рассказывали, 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 и когда знали слово Дмитрий Пугутинов, он вышел и сказал, Вы знаете, дорогие, помните, да, как он разговаривал? Мне кажется, что-нибудь калмыков, наверное, монасов у вас не было. Потому что он весь реально построен на противостоянии Киргизов с айратами. Вот такая вот история. А вот если глубоко прочесть Джангар, а мы, недавно, кто в Фейсбуке особенно сидел, помните, наверное, да, такая была целая волна, когда люди начали резко критиковать Эпо Джангар. Ну что они там делают? Они там эргенучкат, да, хорананолдат, потом гараткюцокат, аалатбулаткюбулават и вот и вот с ханэйджина. А если какая-то проблема, да, гербинаформадонгултатсудак. Помните такие выражения были? Я специально скажу это на КамАЗ, мы без перевода. А кто, а кто за это поймет? Ну вот представьте себе, следует ли это так воспринимать? И есть ли это в реальности? Прежде всего, если этот Эпос не предмет или не плод реальной фантазии кого-то, то этот Эпос должен иметь не супергерою, как человек-паук, непобедимый там или кто-то, а реальных живых людей с их эмоциями, переживаниями, страхами. Вы согласны с этим? Иначе это будет, как Станиславский кричал, не верю. Вот для того, чтобы верить, они были абсолютно живыми людьми. Я не знаю ни одного человека, который не боится в минуты какой-то опасности. Не знаю. Я разговаривал с несколькими участниками боевых действий в разных местах, и они говорят, страшно всем. И даже тем, кто потом получил Героя России или Героя Советского Союза, тоже страшно. Так почему героям из Эпоса не должно быть страшно? Почему они, как обычные люди, не могут сидеть и выпить? Я не знаю. Наверное, нет людей, которые ни разу не пили в своей жизни. Ну, разве что, например, Ангелёнг и другие, кто принял обеты монашеские. Ну, разве нет у нас у калмыков таких чартов, как, например, да, Аркану, вот что-то, вот что-то, вот что-то, вот что-то, вот что-то, вот это. Есть такое? Есть. Все это есть. Ну, а... До тех пор, пока мы будем относиться к нашему культурному наследию с позиции смотрящего со стороны, а не изнутри. Оно нам никогда не будет понятно. Оно будет только понятно тогда, когда мы будем на него смотреть глазами хозяев этого. А не как не проходящих мимо людей, которые прошли на выставку, посмотрели и ушли. Что-то вынесли, а может быть нет. А ведь это культура. И это культура, которая, если бы они дальше прочли, а еще и лучше, если бы эти люди, кто критиковал эпос Джангар, прочли бы его в оригинале, тогда бы они поняли, что там совершенно не о том говорится. Даже если он испугался, он находит себе внутренние силы для того, чтобы пойти и победить этих противников. Причем победить их не так, как это бывает в некоторых других эпических произведениях. Чауча-чауча-чауча-тхайчка. Полностью там гора мяса вокруг лежит, и он посередине стоит такой, играет мускулами. Нет всех тех, кто остался живым. Почему? Вот в Джангаре есть такое выражение. Вы помните, наверное, да? Он тирет аут на статсахте. Как это было? Там Келеберджи на он данном улице. Его перевели, как взял в плен. Потому что Келеберджи перевели, как взял языка. Слово взял языка появилось в 20-30-е годы, а окончательно утвердилось в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Взять языка, значит, взять человека, который будет что-то рассказывать. Не обязательно кого-то. Но Келеберджи, вдумайтесь в эти слова. Что это такое? В плен ли он взял? Он взял его за язык и сказал, теперь ты будешь изучать ученики Вуды. Он оставил их же мыть. Он никого не перебил. А потом еще запомните один очень важный момент. Два богатыря бьются в смертельной схватке друг с другом. Каждый хочет отнять друг у друга жизнь. А в результате, когда один повержен на землю, а другой подносит к его горлу, я это условно говорю, свой меч, он ему говорит, я давно, давно с одним нашим товарищем писал об этом ВКонтакте, горлом гундланкеле. Помните это выражение? Скажи мне три своих, ну, не обиды, а какого-то вот такого, чего-то, дискомфорта своего внутреннего. И тот ему говорит, я только женился, не успел родить детей. И что ему отвечает тот, кто только что бился с ним? Хэрэх? Кэ. Хэрэнхарган. Ноуф. Это рыцарство покруче того, что воспета Вальтером Скоттом или какими-то другими писателями о средневековой Европе. Я не знаю ни одного рыцаря, который бы, поднеся к горлу своего врага меч или нож или кинжан, или еще что-то сказал, ну ладно, иди домой, потом мы с тобой встретимся и еще раз сплеснемся. Это же какая была внутренняя культура и какая была великая нравственность у этих людей, которые просто так не убивали никакое живое существо. Об этом всегда нужно помнить. Мы настолько порой отрываемся от этих вот своих важнейших духовно-нравственных ценностей, что совершенно забываем об этом. мы идем, придем куда-то, вот очаг угасит кляр, как было сказано, мы постоянно что-то ходим, ищем, делаем, но вот это вот понимание у нас, как правило, мы потеряем руку. Иногда, иногда, минуты какого-то озарения, оно раз так всплывет, каждого он быстро забывается снова. Что-то такого не было. Конечно, я очень рекомендую прочесть Ападжангар на родном языке, калмыка. А кто не может прочесть его на калмыцком, есть сегодня уже очень хорошие, качественные, подстрочные переводы научных изданий. Попробуйте прочесть их, а еще если сравнить, то вы значительно обогатите свой калмыцкий язык. Что у нас произошло? Репрессии, коллективизация 30-х годов, с 31-го года, начиная уничтожены все буддийские храмы, вырезано, уничтожено все духовенство практически, вся национальная элита либо сбежала, либо уничтожена тоже. Выдержали это. Только-только начали подниматься на ноги, началась еще череда репрессий, а потом Великая Отечественная война. Сколько сыновей, дочерей калмыкии ушли туда? А после этого в 43-м году случилась самая страшная черная страница депортации калмыцкого. Но мы выдержали, мы выстояли и вернулись. Выстояли не потому, что люди хотели жить и просто искали себе пропитание. Выстояли, потому что был стерк. Ни разу из всех тех событий, которые, точнее, встреч, которые у меня состоялись на протяжении моей жизни, ни один человек ни разу не сказал, что в эмиграции, а они прошли 4-5, а то и по 6 стран, прежде чем оказаться в Соединенных Штатах, не было ни одной колночки проститутки, которая бы зарабатывала своими телами. В Сибири казалось бы, какие были условия, можно было за кусок хлеба, и это бы никто не расценил, как бы. Да, предавали друг друга, это было мелко, но ради куска хлеба. Но никогда не было ничего такого, чтобы можно было сказать, они торговали телом ради того, чтобы выжить. это была высочайшая нравственность, высочайший дух, который был сформирован на протяжении всей этой истории и джангаром, и танцами, и песнями, и буддийской культурой. И вот на этом мы жили практически до 90-х. Потом, конечно, уже полностью корни были обрублены, и мы превратились в то, что мы превратились. Но есть шанс, что мы снова вернемся в прежнее состояние. Потому что у Рьва Гумерю есть удивительные слова. Они не так широко может быть распространены. Этнос, написал Лев Николаевич, доходит до стадии своего уже конца, распада при одном единственном условии. Когда теряет что? Известность. Нет, не известность. Когда он теряет способность к самозащите. Женщина, торгующая телом, это уже не женщина, которая способна к самозащитам. Мужчина, который бегает по другим женщинам, это тоже не совсем тот мужчина, который может себя защитить. Ну и, соответственно, свой народ. Вот о чем речь. Основа нашей культуры, вообще, любой народ, независимо от того, кто бы он ни был, это хоть там аборигены какие-нибудь, океаны австралии и так далее. Они все держатся как народ и считаются народом до тех пор, пока у них есть три основных составляющих. Это единый язык, единая культура, других нет. мы еще можем сюда, все-таки время немножко сменилось, добавить общую историю, и мы можем туда добавить, то есть разные племена имеют какой-то астерический промежуток, отрезок, во время которого они были вместе. И, соответственно, они уже спаялись между собой настолько, что просто не хотят распал. И сегодня еще очень важное, потому что есть разные народы, у которых в определенный момент история раз развернулась в разные стороны, и они уже перестали себя считать. Например, калмыки и алтайцы сегодня народ, который большую часть своей собственной истории прожил совместно. Но мало кому из них сейчас можно это доказать. Мы-то можем понять это, а они не все это понимают, просто потому что совсем другая идеология в любых словах. Что я хотел сказать? Когда значит единая общая территория, это очень важно, это главная вообще территория, это очень важно, особенно сегодня. Если раньше мы могли пойти куда-то какой-то группой, завоевать себе другую территорию, сегодня завоевать территорию уже невозможно, потому что есть и организация национальных наций, есть там войска улоновские, миротворцы, которые вторгнутся обязательно. Давайте задумаемся о том, что эта маленькая территория, на которой мы сегодня живем, она действительно не очень большая, есть и побольше, и покрасивее, и более экономические, и как-то инфраструктурно развитые места, Калмыкия. Этот маленький клочок земли в северном прикаспии, в нижнем, по Волжу, если будет точнее, это та земля, каждая пять которой обильно полита кровью наших предков. Когда пришли сюда, это же не была ничейная земля, здесь жили другие люди, и чтобы получить ее, происходили стычки. Сколько стычек происходило, когда мы уже жили здесь? Сколько стычек было, когда приходили внешние враги? Каждые ее пять полита кровью. Я об этом задумался тогда, когда однажды приехал один большой учитель, и в нарушении всех привычных протоколов буддийских, он очень долго не выходил из самолета в нашем аэропорту. И потом у него один из моих друзей спросил, а почему так долго, уже позже, он уже вышел, естественно, прошли какие-то учения и все остальное, почему так долго не выходили? Он сказал, что когда я посмотрел на эту землю внутренним взором, я увидел, что она вся покрыта кровью. и я прочел молитву специально, прежде чем выйти и наступить на эту землю, чтобы те, кто прорил эту кровь, не думали обо мне полуха. а это были ваши предки. И вот когда мы бросаем эту землю, когда мы уезжаем в какие-то другие места, я всегда вспоминаю слова, точнее, не всегда, когда мы бросаем эту землю, а всегда вспоминаю слова Джинду Кришнамурки, известного индийского философа, одного из самых значимых философов 20 века. когда он сказал о том, что человек обычно ищет то, чего у него нет, или то, чего ему не хватает. Согласен же, с вами? Ну, денег не хватает, мы едем на заработки, любви не хватает, мы ищем на стороне, еще там чего-то не хватает, мы постоянно пытаемся чего-то найти. Но истинное переживание достатка хранится именно здесь, в сердце. И если его там нет, сколько бы вы вам не дали снаружи, если его здесь нет, вы никогда не найдете полигра. У нас есть люди, которые начинают возмущаться, вот, зеленое хозяйство не рассаживает цветы, вот, водоканал не чистит трубы, вот, что-то еще происходит. Да, это происходит, но тут есть, это же не из-за того, что там директор водоканала сидит, или там директор зеленого хозяйства сидит и просто там день и ночь думает, как бы выпилить больше денег из всех людей. Там есть огромное количество. Ну, что мешает взять и исходя из своих собственных сил посадить цветы у себя во дворе, сделать дорожку какую-то, ничего же не мешает. Но мы же за годы советской власти настолько привыкли, что за нас кто-то что-то должен решать. Мы настолько привыкли, мы настолько сформированы разными внешними обстоятельствами, когда мацик... Бывает, Юрисусар, знаете, люди отказываются от мяса, некоторые пишут, да вы что, мы там были такими великими воинами, мы там были такими крутыми и так далее. Как мы могли великие воины жить без мяса? Как могли? Если бы они читали доэволюционные книги, они бы увидели, что кавыки много мяса не ели. И это очень четко написано. Удивительно, что по сравнению с другими кочевниками кавыки едят очень мало мяса. И там даже называется причина, ибо не хотят они отнимать жизнь живых существ больше, чем положено. Для собственного пропитания. И вот эти великие воины значит говорят, у меня всегда такая мысль возникает. Я даже, по-моему, как-то писал на своей странице о том ВКонтакте. Ну неужели настолько великие воины, что дня не можете прожить без убийства? Кого вы убиваете сейчас, в 21 веке? Или вот настолько нет, мяса не хватает, что прям совсем ничего съесть? Или это настолько привязанность? На самом деле свобода, а они говорят еще о том, что это значит религия превращает нас в рабов, которые не могут есть мясо. Но это глупо. Мы как раз такие рабы мяса, без которого не можем прожить. Откажись на месяц. Покажи, что ты великий воин, который победил себя прежде всего. отказавшись от мяса, отказавшись от алкоголя, отказавшись от табака, отказавшись от украшений, духов, еще чего-то. Мы же можем без этого прожить. Можно, особенно сейчас. Я понимаю, наши предки, у которых один зеленый огурец мог встретиться в жизни только один раз в лето. нечего было есть. там на Калмазар поедешь, купишь пару огурцов, и то есть их или не есть, что-то непонятное. Сегодня у нас в Магните круглый год есть всякие овощи, фрукты, куча молочных продуктов, которые мы можем заказать из сила или купить в магазине. Но есть же все. На самом деле, подлинное рабство это когда мы зависим и полностью подчинены чужим мыслям, суждениям и идеям. Вот в этом мы работаем. Это очень сложное и тонкое рабство, которое мы не понимаем. Ну вот, например, вышел новый айфон, я прям спать не буду, вот нужно мне этот новый айфон и все. Кредит возьму, ну пусть это будет айфон. Жрать потом буду, только одни макароны на воде, но вот айфон у меня зато. Ну неужели обычный какой-то простой телефон функции одинаковые, звонить одинаково, фотографировать, ну плюс-минус одинаково. Ну какой смысл в этом? Когда говорят там, бери от жизни все, там, кока-кола или еще что-то. Это же бред. Кто сказал бери от жизни все? А жизнь даст все? Надо спросить. И люди, не понимая этого, надев шоры вот такие, все, а мне значит можно, особенно в последнее время я так наблюдаю, не очень хорошую такую тенденцию, начинает нестись и ломать вообще все, что у них там на пути встречается, крушить, ломать, потому что мне можно все, а я проработал все свои энергии, все остальное. Монелечки бигля, ой-й-й-й-й-напута-кул-пэ. На самом деле вся традиционная калунская культура, все законы, которые принимались с 1640 года, законы Даши, Зинзелинские уложения, дополнение Галдану Шуртухана, все, что принималось, оно выстроено на основе важнейшего буддистского понятия. У нас, по крайней мере, калуников 10 белых добродетелей, 10 черных добродетелей. И вся наша традиционная культура, как бы мы хотели этого или не хотели, если глубоко анализировать, она лежит именно в основе всего этого. Ничего другого в этой культуре нет. Эти идеи, кто-то, кто смотрит очень близко, может понять так, что это недавно появилось, вот буддизм когда там пришел, ну в конце 16 века, во второй половине 16 века, вот первые буддистские прапредники приехали, да ничего подобного. Первые буддисты появились еще на уровне наших прапрапредков, хумнов в первом веке нашей эры, они уже были знакомы к буддизму. После этого в 15 веке очень много сведений, причем Батруй Чачкикинов скоро издаст новую книгу, очень много сведений, невероятных, я просто читал некоторые главы из нее, с 13, 14, 15 века косвенно или прямо свидетельствуют о том, что у Айрата было огромное количество буддистов еще в то время. Это не говорит о том, что вот все, буддизм нужно надеть как флаг, нужно просто, буддизм это тоже обычное слово, которым он называется определенный свод определенных понятий. но если мы будем смотреть в глубине, то у нас у всех есть то, что мы называем сейчас интуицией. Согласны с этим? И вот эта интуиция иногда дает нам возможность, а иногда не дает нам возможность сделать то или иное действие, обмануть кого-то, украсть что-то. вот сначала кажется не надо это делать, что-то там стащить, украсть. Лучше не надо. А потом рациональное мышление, ну мне же это надо, и мы берем это и стащим. Да, никто не видел, ничего страшного не будет, но на уровне интуиции, где-то на уровне подсознательного это отколадывается, остается за руками. Нету понятия такого прям явного, что вот буддизм требует, чтобы каждый делал так, буддизм этого не совсем. Должен работать интуиции. Что правильно, а что неправильно. То, что по-калунски называется накур. Вот это вот внутреннее, гармоничное, то, что дает возможность сосуществовать, не мешая никому другу. И поэтому, если говорить, что я буддизм, ну относительно того, что я бережу буддийские тексты, да, а на самом деле я просто человек, который очень внимательно слушает себя и точно знает, что воровать я сейчас не буду, лгать я тоже не хочу, убивать кого-то ради чего-то я тоже не хочу. То есть это просто свод определенных правил, который позже был назван буддизмом, кришнаизмом, там еще чем-то. Все на самом деле вот здесь внутри. Просто его нужно достать, выудить и стать человеком, который притворяет эту жизнь. На самом деле это сложно. Однажды монах буддийский, мой близкий друг и наставник Дниана Сиха Тера, когда только приехал в Калмыкию, мы ходили к нему в гости и он однажды мне сказал, вот, Гена, ты буддист или не буддист? Я говорю, конечно буддист. А что ты так буддист делаешь? Ну, начинаешь его перечитать, вот я там мантры читаю, вот я там простирание делаю, вот, что-то еще делают. И он говорит, а это точно буддизм? Я говорю, ну, конечно, а что еще буддизм? И он мне говорит, как раз таки, вот есть Даса Кусова, Даса Кусова, Арвун Харвун, ну, и Арвун Сабангун. А ты сможешь вот одно из них в течение суток, он мне тогда сказал, вот выдержать, поддержать. Например, не лгать. Ну, тогда же ты не понимаешь это? Да, конечно, легко. Вышел, куда-то опаздываешь, сейчас я приду, я тут занят. Я не занят. Вот, я просто не успевал прийти. Вот. И я себя словно, что и буквально через полтора часа, после того, как я сказал, да, легко, я просто это все нарушил. Почему? Потому что вот как раз от Чигуга нет внимательности вооружения у себя. и тогда начинаешь думать, а если нужна эта внимательность, ее нужно развить, тогда просто вот какая-то внутри что-то, ну, не дунгер, щелка, это что-то выворачивается, и ты превращаешься в другого человека. Не везде, не всегда, не сразу, не полностью, ты превращаешься в другого человека. и потом уже не так важные, не так интересные какие-то вещи, которые раньше, может быть, с радостью бежал бы там, я не знаю, шилингерал халякера, там, в общем, и третья, самая важнейшая составляющая, которая сохраняет нас, как народ, о земле, мы уже сказали, это кельн, язык. Почему язык? Потому что, казалось бы, что такое вот повседневная жизнь не монакенен. На каком языке сказать без разницы, да? Согласны же вы? Иди хлеб, принеси хоть на английском, хоть на французском, на каком вы не скажете, все равно это будет одна и та же информация при десе хлеб. Но вот если, например, сказать что это будет значить? Это вот шикарное геометическое выражение, которое в 18 веке появилось в рукописи Хайратских. Но как вы это скажете по-другому, как бы вы это ни сказали, вот амен зуха это совершенно другая фраза. Наш язык содержит, вообще любой язык на самом деле, содержит огромное количество вот таких вот этих. Или, например, какое выражение? Вы же его не переверете ни на какой-то другой язык, потому что, ну нет эквивалента к этому слову. Ну невозможно, это вот так вот чай делать, кто не понимает. Да ну как это? Взбивать, не взбивать, колотить, не всколачивать, не всколачивать. Что это делать? Самурху только и все. А сколько есть таких подобных выражений? Огромное количество есть выражений, которые просто непереводимы. Либо они хранят как раз таки вот эти вот жемчужины наших мыслей, наше мышление. Именно то мышление, которое позволяет нам оставаться собой. Сейчас я говорю на русском языке и так иногда я себя вовлю на мысли, но сейчас Би Кельджа, что он не в русском Кельджа? Вот правда. Потому что, потому что я сейчас говорю на этом языке, следовательно, я несу именно эти мысли. Но если же я буду говорить на своем родном языке, у меня будет совершенно другое мышление. В зависимости от того, на каком нужно. Да, я просто имею несколько языков в арсенале, поэтому, когда надо, я думаю на том, на чем мне нужно подумать. Потому что иногда, например, читаешь тибетский текст, там встречается тибетское идиоматическое выражение, которое только мышлением тибетского языка можно понять, распознать и каким-то образом перевести его. А тибетского я его не переведу. Но я его переведу дословно, но это будет, оно потеряет смысл. Вот, амен зухушок скажем. Или вот, например, есть такое выражение, да, честные китайские мои товарищи ученые его перевели. Значит, он скакал, пока не вылезло белое мясо. Вот. Ну, как бы они все поняли, но само понятие цаналмахан они не смогли распознать. Ну, это же, это же, это же вот только система языка может это сделать, и только система этого глубокого мышления. Есть огромное количество разных слов, можно их тут приводить, отдельную встречу организовать относительно того, как калмыки мыслят. Удивительные вещи там открываются иногда я. Это же мышление. И вот язык все это хранит. И до тех пор, пока мы будем хранить свой язык и передавать его другим, не на уровне механическом иди принеси хлеб, ложись спать, иди покушай, это все есть на абсолютно всех языках, а именно система мышления. когда мы начнем передавать другим, своим детям, внукам, правнукам. Был прекрасный в фейсбуке пример, когда один наш, не помню, правда, кто это был, калмык написал, что калмыкам вы можете себя считать тогда, когда ваши дети и внуки калмыки. То есть, вы представляете, насколько глубокая была эта фраза. Калмыкам вы себя сможете считать, только тогда, когда ваши дети и внуки будут калмыками. То есть, это программная фраза, которая закидывает информацию о сохранении нашего народа на уровне уже внуков тех людей, кто якобы должен себя считать калмыками. Или кто должен себя считать калмыками. Вот. Насколько это, в общем, мудрейшая фраза, была я ее, когда увидел на фейсбуке, подумал, что если я узнаю, кто это сделал, обязательно, если не пожму руку, спрошу, чем я могу помочь человеку, который вообще это придумал. Подобными вещами нужно жить. У нас есть целый морально-жанственный кодекс настоящего калмыкова, который называется писем, что это рукописи, это рукопись существовала практически у всех представителей правящей дореволюционной калмыцкой элиты. Я открываю сведения нам, что это 1906-1908 года, когда он ездил по разным лусам, собирал разные эти и перечислял те тексты, которые есть у тех или иных наемных, зайсанков, там везде. И много раз вижу, что этот текст есть. Я подумал, что за текст такой, наверное, надо его найти. Я его нашел сначала уже в перевожении на современную кириллицу, а потом на Туду-Мечи, когда я его прочел, я понял, что вот почему наша элита была такой, я вам расскажу забавный случай, про Бегали-Анкорова. Знаете, наверное, такого зайсанка? Это Бахцохра-Зайсанк был такой, он про Бегали-Зайсанк его называли. Вот, когда он поехал в составе делегации, в депутации так назывался, в Санкт-Петербург, потом вернулся оттуда, он сидел и плакал. Им пришли люди, спрашивали, почему вы плачете? Что происходит? Зайсанк, который, ну, весь богат Сухуровский усат, извините, Юстинский район, участник Астартанской области, держал в железной руке так, что люди его боялись. Был один из самых богатых людей калмынской степи. И тут он сидит у себя и грустно плачет, погруженный в печаль. Почему у него спасили людей? И вот знаете, что он ответил? Я сейчас скажу на калмыцком, кто не поймет, потом друг друга переведите. Бедер пиитр ту орат ба вангар бярчко. А они у него спрашивают, Юн ба вангар бэрэрт. Тогда он знаете, что сказал? Орс хана ба вангарта снят с чеклау. Вот это уровень самосознания. То есть он чужой женщине не мог прикасаться настолько, что он нарушил ему внутреннюю, его гордость была поколеблена тем, что он это сделал. Вот настолько были люди у нас. Конечно, это была правящая элита. Конечно, они отвечали за каждое свое действие и слово. И могли это транслировать еще и в нароке. Так вот, в этом тексте у Сунды из Картахана тут же описываются совершенно невероятные вещи. Как поступает Низшая жена, средняя жена, высшая жена, средний правитель, низший правитель, высший правитель. Там все это четко регламентировано и прекрасным айратским, калмыцким языком описано это все. Конечно, если с детства читать этот текст и каждый раз видеть в поведении своих родителей и дедушек и бабушек, у нас будет вырастать национальная элита, которая будет заботиться не только о себе, своем животе или своем физиологическом наслаждении, но будет заботиться о народе, думать прежде всего о нем. Вы помните здесь калмыцкая пословица такая? Сян кюн, нут кин ту ряду кина, тасну шурун, тсюмен халяда дьобна. Слышали, как я имею такую пословицу? Вот, хороший мужчина заботится о своем роде, о своем народе, а павелин ходит и рассматривает свой пост. Вот так она звучит и ревнует. Это была целая система, которую мы уже потеряли. Потеряли потому, что советская власть изначально сказала, мы вам все дадим, мы вам все сделаем, и люди просто разучились думать коллективно, а не сами думать индивидуально. И сегодня это самая большая проблема. Именно потому, что мы думаем индивидуально, люди уезжают в разные другие места, бросая свою республику. Именно потому, что мы думаем индивидуально, мы не можем иногда высадить цветы и сделать новую дорожку возле своего дома. Это все происходит от индивидуального мышления. Биггисн, Ганс Харн, говорили коллеги, биггисн, Оларн. Вот это вот уникальная фраза просто, которую, к сожалению, забыли все. Еще мне бы очень хотелось сделать, мы разговаривали с нашими друзьями о том, чтобы создать какой-то сборник об истории нашего народа, по легендах, сохраненным у нашего народа. Я вам сейчас расскажу две легенды, которые меня потрясли. Потрясли настолько, это я уже заканчиваю, потому что я очень много болтаю сюда. Вы, наверное, уже устали на Магасонска. Первая легенда про Ислевий Цейнкар. Это был выдающийся, вы слышали такое имя, нет? Да. Это был выдающийся айратский герой, благодаря которому появился сначала Эрдин Нутык, айратское государство, а позже Джунгарское хастрое. Это был выдающийся герой, который, когда монголы, айраты отделились от монгольского улуса, создали свое государство. Монголы пришли, захватили их, вернули обратно в состав монгольского улуса. И Сергей Цейнкар решил отбить это все. И он сделал очень такую большую хитрость, которую европейцы называли кочевым троянским конем. Он решил собрать огромный караван, загрузил в каждый сундук, в который ехал хорошо вооруженных воинов, готовых ко всем военным операциям. Первых верблюдов с огромным количеством даров отправил и затем огромным караваном пришел в монголы. После того, как монголы вырезали часть айратского нутука и так далее, ну это были старые события, сейчас нет смысла вспоминать, мы тоже резали монголов и не только монголов, поэтому здесь смысла нет об этом рассказывать. Так вот, когда они пришли туда, открыли первые крышки сундуков, они увидели, что там лежат подарки, монголы говорят о, орт, орт, ну все, айркану хмяхам, а потом значит следом зашли, пока те распаковывали перед них верблюдов, уже начало смеркаться, а потом ночью вылезли воины, всех взяли и сказали все, айраты снова будут суверенными, независимыми от вас. Никого не убивали, ничего не делали, взяли клятву, что не придумали. Слово было законно в том времени. Поэтому говорят Кересунику Кересунику, Кересунику, кстати, почему Кересунику, вы знаете, потому что самые страшные клятвы наши предки давали, ломая деревья, белый флаг. Так вот, Эссельбейн Саинка, когда он отбил айратский нутук, его решили поставить айратским владельцем, первым ханом. И так как традиция наследия в монгольской империи принадлежала исключительно и только чингизидам, то есть потомкам чингизхана, айраты не имели права не то, чтобы создавать государство и ставить там какого-то владельца в чартаанской. Но когда его уже Курлтайм выбрали и поставили владельцем айратов, решили воссоздать традицию начатую еще при хане Кубивае. попросили Далай-Ламу утвердить. И первый айратский проведитель утвержденный Далай-Ламой это Сильбюк КНК. Исходя из тех исторических сведений, которые сегодня есть. Может быть были другие, но сведения вообще не обнаружены. Пока. Возможно они будут. И вот он долго правил айратским нутуком и потом в конце то ли он уже потерял какой-то, но есть сведения, что он пристрастился к алкоголю. И вот его решили устранить. Его застрелили. И он лежа истекая кровью уже умирая сказал а надо отметить что в Западной Монголии на территории границ Казахстана Западной Монголии и России есть гора которая называется Богдю-Улла. Такая же красная гора. И легенда которая рассказывает про эту гору абсолютно идентична той которую рассказывает у нас здесь. И вот истекая кровью он сказал если я за свою жизнь не думал ни о чем кроме пользы айратскому мутуку пусть гора Богдю-Улла лопнет на две части. настолько была велика сила его слов я был в Западной Монголии я видел эту гору Богдю-Улла она действительно треснула огромное трещину. Это был Касибинь Целька. А вторая история про нашего Тайшу-Шуху-Дайчи-да Знаете наверное кто это такой деда Юки-хана сын Хулавлюка один из тех кто привел Калмыков сюда между речью Уралу Уралу пришло время ему умирать А у нас есть вот кстати еще невероятнейшее выражение Хэткандалхк Как вы думаете что это такое? Хэткандалхк Далхк Завещать будущее это слово это можно перевести свое будущее то есть это идиоматическое тоже очень устойчивое выражение которое практически невозможно перевести оно говорит о том что перед смертью люди обычно просили каких-то родственников монахов там знакомых чтобы они молились за их следующее хорошее перерождение вот это называется Хэткандалх сколько слов на русском языке и сколько на нашем Хэткандалх вот когда это произошло настало время Хэткандалх Шкурдачин выехал в Тибит он приехал в храм который называется Джуканг а по-калмынски он называется Зу Гвин Алтундеюр слышали такое выражение? да вот Зу Гвин Алтундеюр он приехал туда потому что калмыки на самом деле все думают что ездили в Далай-Лами не ездили в Далай-Лами Далай-Лами ездили после прежде всего куда ехали? как называется у нас паломничество по-калмынски? Зу Гвин Алтундеюр то есть ехали поклониться статуе Зу Зу Гвин Алтундеюр ехали калмыки в Джуканг вот туда прежде всего а потом в Джуканг дошли уже Далай-Лами Далай-Лами разными личностями и вот он приехал в этот главнейший монастырь всего Тибета древнейшего самый древний из всех которые есть в нем стоит статуя Зу Гвин Эр-Ни или Джоу Лин Пача она вот Елена Викторовна очень видела ее во очередь в живую она одна из самых главных святынь не только Тибет но и вообще буддизма северного буддизма в целом и вот он приехал туда встретился с настоятелем этого Зу Гвин Алтундеюр монастыря Джуканга и спросил и сказал на что то есть хочу попросить вас обеспечить следующее будущее хорошее реступление на что настоятель Джуканга ему сказал вы великий хан и великий воин вы создали своему народу целое ханство я думаю что самое лучшее место где вы можете переродиться будет Шамбала я вам сделаю это я помолюсь и сделаю так что вы переродитесь в Шамбале Шкурдачин подумал а потом сказал а как далеко находится Шамбала от моей родины тогда настоятель Джуканга ему сказал ой холу далеко далеко и тогда Шкурдачин сказал нет я не хочу перерождаться в Шамбале я хочу переродиться божеством на этой своей земле в Калмыкии и охранять ее до тех пор пока от нее не останется размером с ладошку после этого жена Шкурдачина которая была с ним рядом сказала тогда я тоже не хочу перерождаться в Шамбале я хочу переродиться в этой же земле хальмыхнутых рядом со своим мужем. Они вошли в свиту, как говорят, и в Синьцзяне. Люди, которые в 1771 году ушли отсюда, ежегодно, до сегодняшнего дня, сохраняют эту легенду и каждый год летом делают праздник, посвященный вот этим божествам, которых переродили Шукурдайчины и его супруга. Они сохранили эту традицию. Я думаю, что мы должны тоже отправиться туда и вернуть ее, потому что такая любовь к родине, какая была у них, хотя это родина не его была, Шукурдайчина родился в джунгарской котловине, он пришел сюда вместе с кублюком и своими, но понимая, что его народ сейчас живет здесь, он не захотел уходить в Шарбалу. Я бы сейчас сказал на современном людском, не захотел уезжать в Канаду, Америку, Австралию. Он захотел переродиться здесь, на калмыцкой земле и охранять ее до тех пор, пока от нее не останется кусочка размером с дотой. Я когда первый раз прочел эту историю, я плакал. Я плакал на взрыве. И сейчас, когда переживаете, мне тоже хочется заплакать. Вот так любить калмукию может только настоящий калмук. Мне хочется, чтобы мы все тоже так любили свою родину и стремились к тому, чтобы она развивалась, и чтобы наши дети или внуки не уехали отсюда куда-то далеко, и чтобы они оставались здесь и развивали эту землю. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok